Я гулял, гулял, выгнали. Так или по другим причинам на улице оказываются четвероногие. Среди них и дворняжки, и собаки с родословной. Вот бывает, зять везет на машине нас, выезжаем, и они прямо возле дома, на мусорку идешь, выбрасываешь возле магнита, там тоже сколько собак. Встречала, конечно. Бывает, бегают с таями. Губкинцы по-разному относятся к бездомным собакам. Одни с беспокойством, другие с жалостью. Еще не было такого, чтобы кидались на меня, что-то такое. В принципе, всегда, когда встречал в нашем городе собак, они ласково подходили и гладил. Жалко все-таки тоже. С одной стороны жалко, и с другой стороны как-то надо ограничивать немножко их. Для этого в городе работает муниципальный приют. Именно сюда привозят бездомных животных. Животное привозится к нам, скажем так, на ответственное содержание. Содержатся они у нас 30 дней, пока проходят все процедуры. Вакцинацию, кастрацию, стерилизацию. После этого, если животное адекватно, не агрессивно, мы даем заявку на его выпуск. То есть, та же организация, которая осуществляла отлов, они забирают это животное и отпускают на место отлова. Привозят нам, когда отлавливают животное, в видео и акт, откуда было отловлено животное. И должны они выпустить по закону именно туда, где это животное было отловлено. Отметка на ухе «желтая бирка» означает, что собака здорова и не опасна для человека. А те животные, которые проявляют агрессию или из-за болезни не смогут выжить на улице, навсегда остаются под присмотром специалистов. Приюту всегда нужна помощь неравнодушных людей. Вы можете принести корм и лекарства. Но лучше всего подарить пушистому другу дом. Зинаида Исаева, Екатерина Воронова, Олег Карткевич. Новости Губкинского.